игнатий тихо-тихо кто там пришел Это Иван, Иван Украина. Добрый день. День добрый. Не потревожили час молитвы? Что-то непонятно, что сказали. Я говорю, не потревожил час молитвы или как? Или бодрствуешь на страже? Слышал мою речь? Что-то плохо так, это неразборчивые слова, не пойму я даже. Я говорю, в молитве не потревожил я? Да нет, ничего, слава Богу. Слава Господу. Как стоим на страже, все нормально у вас? Как жизнь, дорога обстоят? Как душа у вас? Слава Богу за все. За все благодарю. Алло, слышно? Меня слышно? Да, слышно. Слышно, да. Как там народ, как общение происходит? Соблюдается? Уже эта общительность в народе сохраняется? Да, мы нигде не лезем. Сейчас пост великий идет. У нас каждый день тут богослужения идут. Вчера Андрея Критского считали, это самое длинное богослужение было. Около трехсот поклонов только земных. Ну, мы сейчас дал Бог открыл дорогу на Киев, где-то седьмого числа направляясь туда, с братьями, с кем встретиться. В Киеве. Но братья с разных, скажем, пещер, с разных лесов, по одиннадцатой главе пророка Иса. Да, где там волк и лебенок, барщик и лебенок, не глядится и коровы вместе, лес и волы вместе обитают. Помнишь это слова Господние? Ну, Иса и одиннадцатая глава. Да, 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 да. Вот такое предложение, чтобы на Святой Горе стойтись и чтобы в мире провести ту встречу по обитаваниям Господним. Чтобы молодое дитя всех водило. Прообраз Сына Божьего. Пока всем обозвонили, они все рассуждают над этими словами. Потому что у нас там есть настолько сильные, как такие «вы сильные». А как они будут теперь с волами, с новостроителями себя вести? Разумеешь мою речь? Павел говорит, а воламу течет с тобою. Не она следует. Не загружая рта воламу, а тяж чего помнишь это слова. Слышишь мою речь? Да, слышу. Ну, вот такие у нас направления. И, конечно, будем опять же, вот эти вопросы тайны богопознания и Отца и Христа, тайны благорестования Христового во Христе Иисусе, тайны домострительства Божьего во Христе Иисусе, и тайны беззакония, чтобы люди различали, имели разумение. Которая говорит, что в Вавилон мать будет, там тайна великая. Вот эти четыре тайны пока предложено, чтобы братья могли издесняться. Кто желает, будет кушать, надеждаться, получать очищение, надеждание, вот такое. Я думаю, там в России тоже братьям было бы полезно вот эту же 11-ю главу поднять в рассуждение и тоже об этих тайнах порассуждать. Когда Павел говорил вот этим Колоссянам, да бы вы знали, какой подвиг я не ради вас и те, которые в Леополе, чтобы утешили сердца и современные любви для всякого богатства, совершенный рухмин для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором все сокровища, приводности и ведения Божьего. И он говорит, берегите, чтобы кто не увлек вас в философии по преданию мира, по стихии мира, а не по Христу. По стихии мира на сегодня, как Петр говорит, мир проходит и порт его, а исполняешь не Слово Божье, а пребывает в деле. Вот у нас вот такие направления во Христе Иисусе на сегодняшний день. Что можешь сказать, Игнатий? Как у тебя какие видения? Ну, берег. То, что было, мы знаем, то, что есть, видим, а вот то, что дальше, правильная, говорит, спасутся прозорливостью. Я желаю, чтобы все пророчества, это речь Павла, помнишь, он говорит? Да. Ревнуйте однеразву духовных, особенно обогатиться в произведании церкви, особенно в том, чтобы пророчества, потому что просто и превосходнее говорящего языка. Разве что будете изъяснять еще. И вот для народ нуждается. Нуждается, чтобы было даровано одно сердце, новое устав. И единство Духа сохранять, достигать хотя бы, а после, чтобы достичь, сохранить, пребывать, а после сохранить вот это. Единство Духа союза мира. И быть единомысленно между собой по учению Иисуса Христа. Додарует вам Бог. Это временно 15-й, 2-й, 5-й стих. Когда Павел уничтожил братьев, чтобы Бог даровал. Сегодня большая устава в этом. Там нет у тебя, брат, который ведет компьютер твой? Да, у нас есть, конечно. Есть, да. Пока с теми братьями где-то не говорили. То есть устроим мы еще не виделись, но надеемся как-то устроим эту встречу здесь. С Николаевым это мне говорил. Помнишь ты мне рассказывал? А кто, про кого говорите-то? Ты мне отдавал из Николаева священник. Я не... Николаев, возле Одесский область. Да там никого сейчас наших нету, они уехали. Разъехали, да? Священников нету. Есть большая нужда в народе. Когда Моисей говорил фараону, он говорил, возьмите вы в муиске полостатки жены детей, а вы, мужчина, где идите поклоните Богу на служение. Моисей ему сказал, если мы не можем этого, все должны идти. Господь сказал все. Он говорит, второй раз, говорит, ну возьмите жены детей, но скот оставьте. Имущество оставьте и идите. Моисей говорит, нет, до копыта. До копыта все идут на поклонение Богу. Народ Божий от малого до большого будет знать меня, говорит Господь Бог. И не будет сказать, говорю, братцы, лишь бы опознай Господа. Ибо все будут научены Богом. Вот это обетование. И сегодняшний фараон и на боку носа, которые восстали против наследия Господня, врач будет весьма сильный. поднимается огонь Божий от восхода солнца до запада опалит всю землю. Годыное искушение пройдет, как сказать, на всю Вселенную, на всю Вселенную. Я только, говорит Господь, избавлю тех, которые сохраняют слово в терапевле и не отреклись имени моего, говорит Господь Бог. Я избавлю тебя от Годыницы, которое он идет на всю Вселенную. Вот это движется Серега. Так мы, слава Богу, живы, здоровы здесь, что это говорит Бог? Стараемся. По силам, иногда и сверхсил, но он сверхсил нам не допускает. Христо знает наш устав, нашу возможность. Хотелось бы большего, конечно. Хотелось бы поехать на Россию, повидаться с вами, но, может быть, откроет Господь дорогу на Анат. Слышишь меня, Игнатий, да? Я слышу вас. Добренько. Рад был видеть тебя. Некогда Варнава помнишь, когда был посыл в церкви в Иерусалимске в Антиоке, он был прорываем Сином Утешения. Он, когда пришел, увидел благословение Божьей, возрадовался и содействовал верующим, говорили держат Господь. Одинственная глава Диана Апостола там об этом описывается. Когда пришел в Тарк, нашел Савла, вернулись и целый год собирались, включили немало всех людей. И первый раз ученики стали называться христианами, антиохийцы. И тогда уже пришел из Иерусалима из людей пришли пророки и там был человек по имени Ага. Он предвозвестил, что будет голос по всей вселенной и ученики подостатки собрали, послали братьям детям и их посвятили. Вот эти образы сегодня надо и сохранять. И для России, и для Украины, для Молдавии, для всех народов. Где возъясниться имя мое, говорит Господь Бог, потом оброшлись, послезав скинье Давиду и Падшую, что в ней разрушено, восстановлено, чтобы и прочий народ проскаривался в их бескаре, где вознести это имя мое. Вот вот такой труд сегодня есть и предстоит народу Божьему. А всем сказано, всем отступившим от Господа, всем грешникам на сегодня, говорит, убоялись грешники на сегодня крепко обладают чистивыми. Кто может жить при огне вечно пожирающих? Тот, кто не при вечности встанет своими, позирает скорость, не берет взятки. Вот это люди будут обитать на святой горе господь. Ну что, передавая привет любящего господа среди вас, кто там бодрствует, призвится, особенно в посте, сейчас многие спрашивают, восьмая глава горшая. Такой пост я избрал мне Господь Богу. Развяжи оковы несправду, расслужив взорома, на корли голодного день наговор, бездомно вкусив кровь твой. И тогда вселенная тебя найдет как вручить кольцо. Весь вечеринка выдаешь, я отвечу на Господь Богу. Вот это способ гордый господь. Украинская привет собрания и братья Ивановича Украины просил такую как возбу, чтобы прочитал все собрание 58 главу пророка Исаака на свидание и потешение. Ну добрый Игнатий, пусть Бог хранит, будет свободное время, как это еще свяжем. Спасибо Христос. У нас все выставляется в интернет, вы не против? Не, не, хорошо против. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Помнишь, когда судили Иисуса, священник его спрашивал, какой твой ученик, кто твои ученики? Говоришь, вот и меня спрашивают. Просто слышите, так же? Не может город построен на вершине беру улице. Так светит свет вашего, этого церковь, это стол подтверждения истины, это город царя, это народ божий, это светильник божий, и мы должны работать Господу по всякому свежему. Не страшась человека, особенно князей, не надейтесь князей. И что сделает человек? Выходит в дыхание, назрякивает и обращается в пех. Сегодня он есть, а завтра его нет. Едва не укоренились, едва укрепились, прошел гихрь, унес их, и нету места, и никто их не найдет. Вот это власть нашего Бога. Свет включи сначала. Некогда упроков говорил, Господь выходит из святого жилища своего, чтобы наказать обитателей земли за их нечестие, за то, что они правильно судят землю, за то, что ущемляют бедного, зарплату, удерживают плату наемника, коры преследуют. Поэтому гневается Господь на такие вещи. Тут надо это трубить, чтобы исправились судьи, авуроры, все должны исправляться, адвокаты, все городоначальники, губернаторы, все должны исправляться. Некогда Ян крестит, помнишь, когда приготовил путь Господу, как говорят? Приготовляйте путь Господу, ровняйте дороги, пусть всякая гора дополизится, голода наполнится. Потому что если придет Господь и увидит, что это не так, то говорит, дабы Он не проклял землю проклятнее. Но Ян подготовил ему народ, приготовленный, поэтому явился Господь и воспринял остаток свой. Там говорилось, есть две одежды, дальние имущие, у кого есть пища, делай то же, сотворите достойный плод покаяния, не думай себя называть ведьмей Авраама, ибо силен Бог ответил ко мне возить детей Авраама. И Иисус их обречал, Господь говорит, если бы вы были дети Авраама, вы бы делали дела Авраама. Восмая глава Яна, там он людей разговаривает. Они сразу выставляли себя, что они действуют, мы действуем в дьяволе, говорят, у нас один отец Авраам, мы одного полгода имеем, он говорит, был бы Авраам отец, а же мы дела его делали, но ваш отец дьявол, он их разоблачил, вы хотите исполнять бог отца вашего, вы ищите меня человека, сделай я же вам правду, вы так и сегодня, как тот человек заберет правду, они начинают его унижать, как это так, что там это правду, защита правды, защита смиренно мудрия, может быть вы укройте здесь дьявол, и Господь Бога, Бога Божия жива и деятельна, оно стреляет, меча обою до острова, пролекает в дальней душе и духа, сустава, мозга, судя, намерение, помышление, сердечное и пред Ним все обнажено, ничего не может сокрыться от Атачей Господень, ибо Отче Господа сильнее солнечного света в тысячи крат. Вот такие обетования тоже дам Бога, мы в этом находимся, радуемся, прождествуем величие Господня. Приветствую Богу. Аллилуйя. Слышишь, слышишь меня? Слышишь меня? Меня нет, перечислят, говорят, что я бороду подстригаю. У нас здесь есть такое собрание и тот человек с длинными бородами. Когда приедете на Уфрин, я вас поведу к динаму. Ну, добрые, друзья, желаю вам успеха, Господи, вбирать за начальника и совершителя веры, хранить веру как сокровище, будет возможность будем уходить на связь. С Богом! С Богом! С Богом! Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Слава Божией! Слава вам, светом, Господи! И спаси, Христос! не спаси! Слава тебе, Продолжение следует...